Вот уже пятый год подряд это неприметное на первый взгляд место на границе деревни Немчинова и инновационного центра Сколково собирает ценители и почитатели творчества выдающегося русского авангардиста начала 20 века Казимира Малевича. Именно здесь он любил проводить время и неспешно гулять по окрестностям. Сейчас тут располагается центр памяти и популяризации наследия художника, проводятся тематические выставки и знаковые мероприятия. Это как раз то место, которое можно использовать для создания центра памяти Казимира Малевича. И мы в течение пяти лет этот центр памяти создали. Он находится в двухэтажном домике в роще Малевича, там будут выставки, лекции. А здесь на детской площадке проходят детские праздники, зимние. Проходит конкурс детских рисунков, мы презентуем календарь и книги. И приезжают детские поэты, приезжают из-за рубежа художники, рисуют вместе с детьми. И вот цель эта просветительская для детей. На супрематическую елку, так окрестили организаторы праздник, собрались дети и взрослые из соседних поселков и со всей Московской области. Мальчишки и девчонки под руководством профессиональных художников ознакомились с творчеством Казимира Малевича. Для юных гостей организовали конкурс на лучший рисунок. Победителям вручили подарки для занятий живописью, а взрослым тематические календари. В первую очередь это детский праздник и приобщение детей к миру искусства. Мы говорим, что есть художник Малевич, и он был художник, и вы можете рисовать все, что хотите. Суть праздника в том, что творчество – это важная часть жизни человека, к которой нужно не стесняться, не бояться обращаться. И дети со своей непосредственностью, открытостью, они готовы постигать все возможности этого мира и по-своему это воспринимают. В завершение гостей познакомили с еще одним проектом Центра памяти – Тропой Малевича. Это культурно-познавательный туристический маршрут берет начало на высоком берегу Москвы-реки в Барвихе и ведет в поселок Ромашково к месту обнаружения праха Малевича. Далее тропа следует в поселок Немчиновка, где долгое время жил художник, и завершается на территории инновационного центра Сколково. Екатерина Яровая, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.